Привет, друзья! Это канал Сумгратинг по-русски, и сегодня мы поговорим о наболевшем. Это очень важная тема, я бы сказал, краеугольная, которую я хочу сегодня поднять. Периодически я поднимаю ее в своих стримах, частично в каких-то роликах, то есть эпизодически эта тема, она все время присутствует. Но поскольку она все время актуальна, и я это увидел в комментариях, потому что в комментариях мне постоянно пишут об этой теме, и я решил сделать отдельный самостоятельный ролик, посвященный этой теме. Итак, тема звучит так. Кому писать песни? Давайте разбираться в этом вопросе. Вот вы, лично вы, смотрите сейчас этот канал, тратите на это время, пишите комментарии, также по какой-то теме звукорежиссуры, возможно, вы смотрите какие-то каналы, в общем, вы смотрите множество каких-то образовательных каналов. Для чего? Для того, чтобы научиться. Предположим, вы хотите научиться писать песни, поэтому вы на этом канале. Хорошо. Дальше возникает вопрос, для чего вы хотите научиться писать песни? Ну, окей, это ваша стратегия саморазвития и самореализации. Но понятно, что самореализация в себя включает не только как бы тщеславие и удовлетворение вот этого эго, но и, естественно, материальное развитие, то есть деньги. А здесь мы подходим к самому важному. То есть получается, что вам нужно научиться писать такие песни, которые вам будут приносить не только славу, но и деньги. А какие это песни? Вот об этом мы и будем говорить. Итак, этот ролик назван, на самом деле, так, кликбейтово, Моргенштерн или Стас Михайлов. Да, но в этом есть смысл. Я специально взял две таких вот противоположности, и оба действительно очень успешные в своем деле, которые они делают. Но нам важно другое. Нам важно понять, где наше место в этом. Где наше место? И для этого, собственно, нужно ответить на очень простой вопрос. А кто вам платит деньги? Есть такое заблуждение часто, что вот сонграйтер пишет, ну вот народу заходит то, народу заходит это, а вот сейчас это люди не слушают, а это тренд или не тренд? Ну, дорогие мои, деньги вам платит не народ, вам деньги платит конкретный артист. Ну, или не конкретный артист, а вообще ваш потребитель – это артист. Вот если бы вы были продюсером, который развивал бы свой проект, который бы там привлекал инвестиции, короче, продюсером, вот тогда можно было говорить о том, что ваш клиент – это народ, который голосует рублем за ваши песни. Но в данном случае ваш клиент – это артист. Поэтому, собственно говоря, какая вам разница, какие тренды на дворе. Вам важно, кто будет приносить вам деньги и кто вам будет приносить славу. Соответственно, для этого давайте выясним, вообще, а нуждается ли рынок в вас, как в сонграйтере. Вот по моему личному опыту и наблюдению, что рынок молодежных песен в вас не нуждается. Во мне он не нуждается. Наверное, каждый из вас видел, если не видел, посмотрите, как пишет Моргенштерн в своей треке. Они со славой за пять минут херачат трек. Вот так они и пишут. Вы там видите себя? Если да, окей. Я себя в этом не вижу, потому что эти ребята не будут вам платить просто денег, потому что они сами все это могут сделать. Кто нужен таким ребятам? Вот Моргенштерну нужен слава, понимаете? Хамали Наваи, вот этим ребятам в студии, нужен чувак, который сидит у монитора, который может качественно записать вокалы, который может хорошо накидать трендовую аранжировку, который может все это собрать, свести, который может все это привести к коммерческому виду. Но это уже продакшн. Это вопрос продакшна. Но это не вопрос сонграйтинга. Но сонграйтеры им тоже не нужны. Не нужны сонграйтеры Джонни и Эльману. Не нужны сонграйтеры вот этим всем ребятам, которым зашкварно покупать песни, потому что они за тру. А тру в их понимании это то, что они делают сами. Соответственно, ловить там нечего. Если даже вам повезет, и ваша песня приглянется какому-то модному артисту, то в принципе там не принято в этой тусовке платить большие деньги. А кому нужны ваши песни? Я вам отвечу. Всем. От Зары, Жасмин, Юлии Савичевой, Валерии, Ани Лорак, до Баскова, Киркорова, Стаса Михайлова и всех, практически всех. Эти ребята, поверьте мне, достаточно богатые для того, чтобы легко заплатить за песню пятерку долларов или евро. вполне себе средний ценник. Вот теперь и думайте, для кого нужно писать песни. Что меня еще задевает в комментаторах, ну вернее не то, что задевает, просто это такой узкий взгляд на вещи, когда вы пишете, а что, вот ты не пишешь эту молодежную музыку, где твои последние хиты. Ребят, вот сегодня мир немножко разделился. Есть вот эта субкультура молодежная, есть вся остальная музыка взрослых людей. У нас страна, в общем-то, взрослых, старых людей. По статистике, просто по статистике в нашей стране проживают 70% люди старше 30 лет. Соответственно, например, то, что хит у молодежи, там, 15-летних детей, совершенно не хит у 30-летних и выше. Так же и наоборот. Поэтому, что такое, что значит хит? Например, вот у меня сейчас песня играет в золотом граммофоне у Юлии Савичевой. «Больше не терять» называется. Она хит для тех, кто старше, для кого поет Юля, для ее аудитории. Но совершенно не хит для 12-летних детей. Так же, как и Хью Хефнер. Совершенно не хит для меня или для моих друзей, или тех, кто, для моей мамы, предположим. Она вообще даже не знает, кто это такой. Поэтому понятие хит – это такая вещь уже на самом деле больше аудиторная. Вот вы в этой аудитории, значит, для вас одни хиты, для молодежи совершенно другие хиты. Ну, в общем, вот что я хотел сказать. Поэтому решайте, принимайте решение, какой музыкой вы хотите заниматься на берегу. В соответствии с этим запросом вы будете искать ту информацию, которая вам поможет в развитии. Если вы хотите писать коммерческую музыку, которая будет вам приносить деньги, welcome на мой курс, онлайн-курс по сунграйтингу, который заточен как раз под это. Все ссылки в описании. На сегодня это все. Олег Шаумаров. Спасибо, пока.